Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если слышно меня хорошо, прошу нажать огонечек в правом нижнем углу. Сразу прошу прощения за то, что не работает камера сегодня, к сожалению. Отказалась она работать, так огонечки вижу, значит слышно хорошо. Спасибо большое. Ну, давайте начнем сегодняшний наш вебинар. Приемы и снятия агрессии у детей. Но немножечко по содержательной части вебинара, что бы мне хотелось сегодня сказать. Сегодня мы поговорим с вами об агрессии, что же это такое, какие ее истоки, от чего она отталкивается. И потом непосредственно сами приемы, которые мы можем применять на своей практике. Почему я включила сюда именно этот момент того, что именно истоки агрессии и почему они важны. Потому что мы должны понимать, от чего происходит то или иное агрессивное поведение ребенка, чтобы дальше работать с ним. Если мы не знаем истоков, то нам будет очень сложно работать с ребенком. В последнее время изучение феномена агрессии – одно из самых популярных в психологии. Наверное, все заметили, что сейчас наше общество и, к сожалению, дети становятся агрессивнее и агрессивнее. Причиной этого является резкое повышение уровня агрессии в обществе, начинают все более точно исследовать агрессию. Агрессия, насилие и жестокость относятся к числу наиболее серьезных проблем, которые сейчас стоят на пороге у человечества. Сейчас, извините. Еще разочек подскажите, пожалуйста, хорошо ли слышно, потому что у меня почему-то программа выдает, что плохое соединение. Ольга Николаевна, не волнуйтесь, слышно хорошо. Хорошо, звук идет. Сейчас не видно, коллеги, проблема возникла при выходе в эфир у спикера с камерой, поэтому ничего страшного. Ориентируемся на звук и ориентируемся на презентацию. Поэтому, да, сейчас, я так понимаю, Ольга Николаевна пытается перезагрузиться, поэтому ориентируемся только на звук. Если вдруг будет пропадать звук, вы в чат, конечно, сигнализируйте, но имейте в виду, что может пропадать звук не у спикера, а у вас, поэтому ориентируйтесь на те ответы, которые я вам буду давать. Если звук идет хорошо, все нормально, я могу сказать, что все нормально, надо просто перезагрузиться или перезайти в комнату. А вот если будет проблема со стороны Ольги Николаевны, тогда уже будем решать этот вопрос. Поэтому не волнуйтесь, все нормально. Так, Ольга Николаевна к нам возвращается. Да, коллеги, прошу прощения, почему-то из комнаты, из вебинарной. Сейчас хорошо меня слышно? Ольга Николаевна, сейчас слышно хорошо, звук пошел, звук идет. Попробуйте еще включить камеру, потому что она вроде бы у нас подключается. Значок... А, нет, не хочет, не хочет, не получилось. Но ничего, давайте тогда со звуком. Вы, самое главное, не останавливайтесь, Ольга Николаевна, продолжайте говорить. Если звук будет отключаться, тогда мы вам просигнализируем. Хорошо, ну давайте перейдем к агрессии. Да, на вопрос о причинах и мотивах агрессивного поведения, но давно пытаются найти причину. И давайте рассмотрим с вами, что же такое все-таки агрессия. Агрессия, многие авторы ее рассматривают, да, и дают такое определение, что агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящие вред объектам нападения, объекты могут быть одушевленными и неодушевленными, приносящие физический ущерб людям и вызывающие у них отрицательные переживания, состояние напряженности, страх и подавленность. Таким образом, в психологии множество определений агрессии, да, на них конкретно мы останавливаться не будем, да, у каждого свои есть различные акценты, которые в них сделаны, но все они сходны в одном. Агрессия представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому себе, животному существу, да, либо какому-то предмету, имеющие все основания избегать подобного обращения. Данное определение позволяет уточнить ряд параметров, да, это всегда целенаправленное умышленное действие, нацеленное именно на причинение вреда. Ну, существует несколько видов агрессии, да, мы остановимся с вами на классификации Баса Дарки. Данное, это, они выделяют пять видов агрессии физическое, это физические действия против кого-либо, вербальное, сюда у нас включаются угрозы, крики, ругань, да, и так далее. Третье, это косвенное, направленное, это сплетни, злобные шутки, да, не направленное, крики в толпе, топами и так далее. Четвертое, это раздражение, да, вспыльчивость, грубость и негативизм. Это оппозиционная мера, которая точно так же является видом агрессии. Можно выделить также доброкачественную и злокачественную агрессивность. Ее разграничивает Эрик Фром, а декоракачественная агрессия имеет инстинктивную, извините, природу, природу инстинкта, да, она проявляется в момент опасности как реакция на угрозу. Злокачественная агрессия – это деструктивная жестокость, да, ее целью является получение удовольствия. То есть от деструктивной, от злокачественной агрессии, да, у нас сам агрессор получает удовольствие. Агрессия может быть и таким видом, как защитная. Возникает тогда, когда при наличии у ребенка активной позиции закрепляется страх перед окружающим миром. То есть ребенок боится окружающего мира, да, и основная функция агрессии в этом случае – это защита от внешнего мира, да, ребенок чувствует себя не в безопасности, и он пытается при помощи агрессии как-то себя защитить. Следующий вид – это деструктивная агрессия. Если у ребенка в раннем возрасте отсутствует автономность, да, способность к самостоятельным выборам, суждениям, оценкам, то в активном варианте у него проявляется деструктивная агрессия. Следующий вид – это демонстративная агрессия. Возникает не как защита от внешнего мира и не причинение вреда, а как желание обратить на себя внимание, да. То есть если я буду агрессировать, если я буду как-то эмоционировать, да, выражать свои негативные действия, то на меня обратят внимание. К сожалению, некоторые дети начинают этим пользоваться, да, и демонстративная агрессия у них начинает закрепляться на уровне своего поведения. Также в романах перечисляют следующие основные признаки – для классификации агрессии. Направленность агрессии на предметный или животный мир, на другого или на себя. Наблюдаемость. Наблюдаемость как скрытое или открытое проявление агрессии, да. Мы можем видеть агрессию в открытом виде, так и в закрытом, да. Она может быть у нас скрытой. Временные признаки, то есть мера выраженности агрессии по частоте проявления во времени и длительности состояния агрессии, да. То, как часто проявляется агрессия и насколько она длительна. А пространственные признаки, где у нас может проявляться агрессия? В семье, если это взрослые на работе, если это ребёнок, то в каком-то образовательном учреждении, на улице и прочее. Опять же, если агрессия проявляется в каком-то именно месте, то взрослому необходимо понять, почему именно в этом месте проявляется агрессия. По особенностям психических действий. Агрессия может быть физическая, это причинение физического вреда, либо вербальная. По социальной опасности агрессивных действий выделяют девиантные формы агрессии, нарушающие права других людей без юридической ответственности за подобное поведение. И деликвентные формы агрессивного поведения, они нарушают права других людей, социальные нормы с юридической ответственностью за агрессивное поведение. Интересно, что в поведении человека могут присутствовать одновременно несколько видов агрессии. Итак, агрессия прямо или косвенно направлена на живые или неживые объекты, и вред в конечном счете наносится именно им. Жертвы агрессии пассивно или активно противодействуют агрессору. Но давайте немножечко уделим внимание теориям и проанализируем понятие агрессии с точки зрения различных позиций. Существует несколько различных подходов по природе агрессии. Существует несколько теорий, откуда происходит наша агрессия. Среди них следует указать на теорию влечения инстинкта, хрустерационную теорию, теорию социального научения и мотивации, в которых нашли свое отражение взгляды нескольких представителей. Давайте немножечко подробно рассмотрим. Первое – это теория инстинктов. С точки зрения основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, агрессия имеет биологическую, то есть инстинктивную природу. Она у нас заложена как инстинкт. И преодолеть ее невозможно, кроме как частично регулировать социальными нормами, придавая ей более или менее безобидные формы. Взгляд Фрейда на истоки природы агрессии очень пессимистичен. Агрессивное поведение врожденное, неизбежное, так как происходит из инстинкта смерти, которое, если не будет направлено вовне, то приведет к разрешению самого индивидуума. Эволюционный подход к развитию человеческой агрессивности опирается в первую очередь на теорию Лоренца, разработанную в результате изучения поведения животных. Но в отличие от Зигмата Фрейда, Карл Лоренц, он более оптимистично смотрит на агрессию. И согласно его концепции, агрессия берет свое начало из врожденного инстинкта борьбы за выживание. Этот инстинкт развился в ходе эволюции и выполняет три важные функции. Первая борьба рассеивает представителей видов на широком географическом пространстве, то есть они занимают более широкое пространство. Агрессия помогает улучшить генетический фонд вида за счет того, что оставляет потомство только наиболее сильное и энергичное. Сильное животное лучше защищается и обеспечивает выживание своего потомства. Здесь у нас Лоренц, он более позитивно смотрит и более позитивно относится к агрессии. Также агрессия приносит большую пользу для сохранения вида, но при этом он считает агрессию внутривидовую, наиболее именно внутривидовую человеческую, наиболее серьезной опасностью, которая грозит человечеству в современных условиях культурно-исторического и технического развития. Он говорит о том, что человечество способно нанести себе вред. Он также утверждает, что агрессивная энергия генерируется в организме спонтанно, непрерывно и регулярно накапливается в течение некоторого времени. И чем больше количество энергии накоплено в организме, тем меньше стимул для этого нужен, для того, чтобы она выплеснулась во мне. Он представляет человека, как будто бы это сосуд, который наполнен агрессией, и чем больше, тем, естественно, выплеск будет больше. Чем больше наполнен наш сосуд, тем меньше его нужно как бы так шатать, можно сказать. А несмотря на то, что Лоренц, как и Прейс, считал агрессию неизбежной, он, как я уже сказала, более оптимистично смотрел на возможность ослабления агрессии и ее контроля. И он говорил о том, что при помощи различных действий можно снизить уровень агрессии. Следующая теория – это теория фрустрации. Она сформулирована долларом и другими еще в 1939 году. Ее можно свести к двум основным положениям. Это одно из положений, то, что фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-либо форме. А второе – то, что агрессивность является реакцией на ситуацию фрустрации. То есть у нас фрустрация должна быть вместе с агрессией. Коллеги, немножечко отвлекусь. Вижу вот вопрос. Сегодня, да, без видео. Извините, пожалуйста, видео не подключается. Давайте вернемся именно к фрустрации. Эта теория очень простая. И она получает очень широкое распространение. Но у нее есть свои недостатки. Группа ученых представила свои доказательства. Несмотря на то, что фрустрация иногда вызывает агрессию, но это случается не очень часто. Они предположили, что люди агрессивно реагируют на фрустрацию в тех случаях, когда они привыкли на нее так агрессировать. То есть у нас здесь метод уже научения. Однако Миллер в 1941 году вносит поправку в эту теорию и говорит о том, что агрессия вызывает различные формы поведения, а фрустрация является только одной из них. Второе утверждение, которое они тоже вносят, извините, группа ученых, тоже не имеет твердых доказательств. Можно найти множество примеров, когда агрессия проявляется вместе с фрустрацией, когда проявляется отдельно. Следующая теория, о которой хотелось бы сказать, это теория социального научения. Основой ее служит тот факт, что знания о принесении вреда людям в своем большинстве не даются от рождения. То есть у нас маленький ребенок не агрессирует сразу, он не показывает свою агрессию. И можно говорить о том, что агрессия приобретается в процессе жизни. То есть люди должны научиться вести себя агрессивно. Именно об этом говорит группа ученых, которая говорит о том, что агрессия – это социальное научение. Истоки агрессии в антуре видят в особенностях строения нервной системы и в особенностях научения. Нервная система участвует в осуществлении любого действия, в том числе и агрессивного. Одним из важных источников усвоения агрессии – это прямое поощрение такого поведения. То есть если ребенок у нас начинает вести себя агрессивно и при этом он видит, что у него есть определенные плюсы в этом поведении, он может добиться своей какой-то задачи, своей цели. Естественно, он понимает, что для него агрессивное поведение – это хорошо, и он может при помощи агрессивного поведения получить желаемое. Как и любая условная реакция, агрессия будет проявляться все чаще, если будет получать положительное подкрепление. Положительным подкреплением у людей может считаться как материальное благо, так и положительное отношение к окружающим, либо повышение социального положения. Непосредственный опыт менее безопасный, чем научение посредством наблюдения. Вероятность ошибки при каком-то своем опыте заметно выше, поэтому научение при наблюдении может быть даже немножко ниже. Провокация агрессии по теории авторов этой теории происходит под влиянием шаблонов, то есть возбуждение и внимание. Агрессия может быть также вызвана агрессией со стороны внешней среды, например, со стороны нападок или же со стороны каких-то приказов. Приказы и нападки точно так же могут у нас вызывать агрессию. Существует множество побудительных мотивов, которые могут вызвать агрессию. Это могут быть как материальные предметы, так и какие-то негативные эмоции. Интересы, способы регулирования агрессии в этой теории. Существует внешняя регуляция агрессии с помощью наказания и поощрения. Они могут быть как индивидуальными, так и социальными. Например, медали «Солдат на войне». Война – это та же самая агрессия, но получая медаль, солдат понимает, что агрессия для него в этот момент хорошо. В целом, одобрение агрессивного поведения влечет за собой еще больше агрессию. Аналогично, да, социальное неодобрение может отбить охоту вести себя агрессивно. Человек понимает, что это для него плохо, и он перестает себя вести агрессивно. Существует еще один способ регуляции агрессивного поведения – это саморегуляция. Многие люди гордятся своей способностью агрессивно вести себя с другими. Чувство вины же уменьшает агрессию. Если человеку говорят о том, что это как бы плохо, он понимает, что это плохо для него, это плохо для окружающих, если понимает, и перестает себя вести агрессивно. Данная теория социального научения многим отличается от других теорий. Она представляет агрессию как приобретенную в результате научения модель социального поведения, оставляя таким образом за человеком возможность контролировать агрессивное поведение. Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путем непосредственного участия в ситуациях проявления агрессии, а также путем пассивного наблюдения агрессивных проявлений. Теория социального научения рассматривает агрессивное поведение как реакцию на соответствующую социальную обстановку. Но давайте перейдем дальше. Это теория переноса возбуждений. Автор Зильман предполагал, что более плодотворным по сравнению с теорией фрустрации агрессия будет считать, что агрессия обусловлена возбуждением, то есть конструктом, который можно наблюдать и измерить. Уровень возбуждения мы знаем, что мы можем измерить. В данном случае речь идет о возбуждении симпатической нервной системы, которая выражается в учащении пульса, повышении артериального давления, сосудистого давления, фотоотделения. Было научно доказано, что физическая активность в фильме с изображением насилия и шум способствуют возникновению и проявлению агрессивных реакций. Подобные процессы могут способствовать также и снижению вероятности проявления агрессии и уменьшению ее силы. То есть если мы уменьшаем раздражающие факторы, то и уровень агрессии у нас тоже уменьшается. Следующая теория, это последняя теория, которую мы с вами сегодня рассмотрим, это теория посылов и моделей образования когнитивных связей. Автор Берцковец, он утверждает, что фрустрация один из множественных аверсивных стимулов, которые способны лишь провоцировать агрессию, но не приводят напрямую к агрессивному поведению, а создают готовность к нему. Агрессия возникает лишь тогда, когда во время готовности к агрессивному поведению возникает посылка к агрессии, да, средовые стимулы, которые связаны с актуальным или предшествующими факторами, да, которые провоцируют агрессию. У нас автор говорит о том, что человек как бы готовится к агрессии, и если есть определенный фактор, то он выливает эту агрессию на других. Таким образом, существует несколько теорий, каждая из которых по-разному видит свои истоки. Но агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, и какая бы теория ее ни рассматривала, представляет собой поведение, которое направлено на причинение вреда окружающему миру, да. Анализ теории дает основания для того, чтобы наиболее привычными проявлениями агрессии считать конфликтность, злословие, давление, принуждение, угрозы или применение физической силы. Также существуют скрытые формы агрессии, они выражаются в уходе от контактов, бездействий, с целью навредить кому-то и причинить вред к себе. Следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это признаки агрессивного поведения, да, на что нам необходимо обратить внимание. Это выраженное стремление к доминированию над людьми, тенденция к разрушению, направленность на причинение вреда окружающим людям и склонность к насилию, да, причинение боли. Характер агрессивного поведения определяется возрастными особенностями. Мы с вами сейчас рассмотрим возрастные особенности агрессии для детей, да. Возможно, я не скажу, что агрессия в этом возрасте – это норма, но делать определенный уровень снисхождения при работе с определенным возрастом мы должны. Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается различными проявлениями, да, кризисные и переходные периоды сопряжены с неудовлетворенностью своим положением, протестным поведением, капризностью. Возрастные кризисы, сопровождаемые естественным ростом агрессивности, да, связаны с проявлением новых потребностей. Ну, давайте рассмотрим с вами, как могут вести себя и какие же уровни агрессии на разных возрастных этапах. Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастными особенностями. Каждый возрастной этап имеет специфическую ситуацию и выдвигает определенные требования к личности. Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается различными проявлениями, да, кризисные и переходные периоды сопряжены с неудовлетворенностью своим положением. Сейчас, минуточку. Переключу презентацию. Ну, давайте начнем с вами с младшего детского возраста, с дошкольного, да. Адаптируясь к требованиям детского сада, малыши могут обзываться, щипаться, плеваться, да, драться, кусаться и также поглощать несъедобное. Причем эти действия совершаются, что называется, без разбора, импульсивно, неосознанно и открыто. Пассивным проявлением в этом возрасте считается негативизм, упрямство, отказа говорить, есть кусание ногтей или губ. Если ребенок ведет себя таким образом, это не значит, что он у нас избалованный, что он у нас плохой и так далее, да. Да, это мы на это обращаем внимание и тоже смотрим. Следующий момент говорит о том, что исследования показали, что дети в возрасте двух-трех лет, да, у них начинается пик неуступчивости, пик самосознания, да, и этот пик приходится у девочек на два года, а пик агрессивности у мальчиков на три года. И если в этом возрасте у ребенка закрепляются агрессивные привычки, то после 13 лет скорректировать их будет уже проблематично, да, поэтому родителям, психологам именно очень сложно и нужно обращать внимание в дошкольном возрасте на проявление агрессии, потому что в 13 лет в подростковом возрасте, да, это уже будет очень сложно исправить. В целом детская агрессивность является обратной стороной беззащитности, да, если ребенок чувствует себя несощищенным, например, когда его потребности в безопасности и любви не получают удовлетворения, в его душе рождаются многочисленные страхи, да, стремясь справиться со своими страхами, ребенок прибегает к защитно-агрессивному поведению, то есть агрессией он начинает защищать себя, да. Другим возможным способом подавления страха может быть направление агрессии, да, это агрессия на самого себя, он начинает себя как бы разрушать, да, он может это делать либо в фантазиях, да, либо он может это делать уже непосредственно, да, как я уже говорила, грызть ногти, отламывать там от себя, откусывать куски кожи и так далее, кусать губы. Для детей дошкольного возраста наиболее характерными были такие формы агрессии, как порча игрушек, швыряние предметов, эпизодическое грубое обращение с животными, да, пассивно-агрессивные реакции протеста, неуступчивость, повышенное упрямство. У детей младшего школьного возраста более частными становятся агрессивные хобби, да, или же вербальная агрессия, это обзывания какие-то, да, и так далее. В младшем школьном возрасте она проявляется по отношению к более слабым, да, выбирается жертва и в форме насмешек, давление, ругательство, рак, это может быть в младшем возрасте проявляться. Но опять же скажу, что агрессия чаще всего в младшем школьном возрасте проявляется на тех, кто слабее, да. Резко негативная реакция учителей и родителей на такое поведение зачастую не только не уменьшает агрессивность детей, но и напротив усиливает ее, поскольку служит косвенным доказательством того, что этот ребенок сильнее, и это негативное отношение родителей и учителей, ребенок понимает, что он ведет себя так, как ему выгодно, да. Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте является его зависимость от группы сверстников на фоне крушения авторитета взрослых, да. В данном возрасте быть агрессивным часто означает казаться сильным или быть сильным, да. Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, поддерживаемые лидером, например, широко распространенные ритуалы, посвящение членам группы или испытания новичков, да. Ритуалы усиливают чувство преднадлежности к группе и дают подросткам ощущение безопасности, а мифы становятся идейной основой ее жизнедеятельности. Мифы широко используются группой для оправдания ее внутригрупповой или внешней агрессии, да, насилие, одухотворенное, извините, групповым мифом и переживают с подростками как утверждение своей силы, да. То есть в подростковом возрасте агрессия – это самоутверждение. Коллеги, край глаза, вижу чат. Пожалуйста, вопросики. Они сейчас будут уползать, уходить вверх. Там есть вкладочка «Вопросы». Давайте мы их отправим туда, потому что я их потом попросту не найду. Я в конце вебинара, у нас будет время, я отвечу на них. Поэтому, пожалуйста, вопросы. Вот в папочку «Вопросы». В отдельных случаях инициатором агрессивного поведения могут быть отдельные подростки, так называемые аутсайдеры, да, дезадаптированные в силу различных причин и предпринимающие попытки самоутвердиться при помощи агрессии, да. Многие авторы говорят, что агрессивность подростка определяется его статусом в группе, да. Наиболее высокий уровень агрессии наблюдается у лидеров и отверженных. То есть два края, да, две грани. Либо это лидер, либо это ответственность. Лидеры с помощью агрессивных действий укрепляют свое первенство, а отверженные группы проявляют в нее удовлетворенность. Таким образом, отрочество является периодом острого кризиса взросления и часто сопровождается рискованным поведением и девиациями, да. Как я уже говорила ранее, если у ребенка дошкольного возраста, возраста двух-трех лет мы видим агрессивное поведение, да, то и в подростковом возрасте тоже нужно обращать определенное внимание, да, и определенный момент уделять этому. То есть если у нас была в дошкольном возрасте агрессия, то в подростковом она тоже проявится 99%. Несмотря на широкую распространенность в проявлении детской и подростковой агрессии, оно может не иметь негативных последствий, но это необходимо все равно уделять этому внимание и отслеживать. Но есть несколько методик, да, которые могут у нас определить уровень агрессии. Я вам сейчас кратко, но не буду долго останавливаться, расскажу об этих методиках, именно конкретно, как их проводить, что с ними делать и так далее, вы сможете почитать, да, чтобы у нас наш вебинар не переходил именно на разбор методик. Один из тестов, могу сказать честно, очень люблю проективные методики, да, это несуществующее животное. Здесь мы просим ребенка нарисовать несуществующее животное, да, здесь, наверное, все, кто психологи, знакомые с ним, мы смотрим на момент того, как ребенок рисует, какие цвета использует, где расположен наш рисунок, да, это все у нас описано в самой методике. Следующая методика – дом, дерево, человек. Здесь точно так же ребенку, тоже проективная методика, предлагается нарисовать дом, дерево и человек, и потом смотрится по определенным критериям. Следующий – рисунок семьи. Рисунок семьи у нас помогает определить положение ребенка в семье, именно общение ребенка с семьей и то, как происходят семейные отношения. Следующий – это опросник методик Абасса-Дарки, да, одна из наиболее популярных в заруберной психологии методик, для исследования агрессии. Согласно известным представителям, агрессия является одним из распространенных способов решения проблем, да, и это те методики, которые, как бы, такие, не совсем экспресс, да, но более легкие и более удобные для применения. Какие же методы и техники мы можем применять при работе с детьми, с агрессивными детьми, да, методы и техники терапевтической работы? Если у ребенка высокий уровень личностной тревожности, сверхчувствительность к негативному отношению к себе, восприятие большого числа ситуаций как угрожающих, да, здесь мы снижаем уровень личностной тревожности. Что мы можем с вами использовать? Это релаксационные техники, глубокое дыхание, визуальные образы, мышечная релаксация, да, свободное движение под музыку, работа со страхами и какие-то ролевые игры, то есть мы проигрываем нашу фрустрацию, да. Следующее, слабое осознание собственного эмоционального мира, низкий уровень эмпатии. Здесь у нас мы должны сформировать осознание собственных эмоций, а также чувств у других людей, развитие эмпатии. Что мы можем предложить детям? Работа с фотографиями, отражающими различные эмоциональные состояния, да, здесь у нас ребенок или клиент пытается понять эмоции, которые у нас изображены на фотографии. Следующее, придумывание историй, раскрывающих причины эмоционального состояния. Желательно раскрыть несколько причин, да, такая у нас сказка или рассказотерапия. Следующий момент – это рисование и лепка эмоций. Здесь у нас идет расслабление за счет того, что мы выполняем творческую деятельность, да. Следующее – это пластическое изображение эмоций, то есть телом мы пытаемся выразить эмоции. Работая с эмоциями через сенсорные каналы, изображение различных предметов и явления природы, придумывание рассказов от лица этих предметов и явлений, да. Также мы можем включить в себя сюда разыгрывание сценок и тудов, отражающих различные эмоциональные состояния. Также очень интересная методика, да, я грустный, я радостный, да, когда? Я грустный, когда происходит это событие, я радостный, когда происходит иное событие, да. А также ролевые игры, отражающие проблемную ситуацию, где агрессор проигрывает роль жертвы. Это, знаете, такой момент, как бы, можно сказать, на своей шкуре, почувствовать, да, что ты приносишь своей жертве. Также, если у ребенка неадекватная самооценка, да, заранее настроен на негативное восприятие себя со стороны окружающих, здесь мы пытаемся выровнять и развить позитивную самооценку. Что же мы можем здесь применять? Упражнения, направленные на позитивное восприятие образа «я», активизацию самосознания, актуализацию «я» состояния, разработка системы поощрений и наград за имеющиеся и возможные успехи, да, альбом успехов, медали или аплодисменты, да, это за хорошее поведение мы отмечаем хорошее поведение ребенка. Следующий момент – это включение ребенка в работу различных поинтересам в секции студии кружков, да, то есть выплеск наших эмоций на другой план, да, то есть секции кружки будут помогать выплеснуть наши эмоции. Следующий момент – если у ребенка есть небольшое эмоциональное застревание на той ситуации, которая происходит сейчас, неумение предвидеть последствия своих действий, здесь наша коррекционная работа должна быть направлена на обучение ребенка отреагированию своего гнева приемлемым способом, а также на отреагирование всей ситуации в целом. Что мы делаем? Мы предлагаем ребенку выразить гнев безопасным способом во внешнем плане, да, следующее – пластическое выражение гнева, отреагирование гнева через движениями, многократное повторение деструктивного действия безопасным для себя и окружающих способов, да, то есть выплеск энергии безопасным для себя способом. Следующее – рисование гнева или лепка гнева из пластилина, глины, да, обсуждение, если ребенок хочет, в каких ситуациях он испытывает именно такой гнев, да, здесь нам будет проще понять, что же дает толчок гневу. Следующее – письма гнева или галерея негативных портретов, где у нас ребенок рисует гнев, либо пишет гневу письмо. Следующее – это использование приемов арт-терапии, эмоционально-образной терапии, да, это в целях более полного отреагирования чувств и позитивной трансформации. Если у ребенка слабый контроль над своими эмоциями, да, то коррекционная работа у нас направлена на обучение ребенка управлению своим гневом. То есть здесь мы предлагаем релаксационные техники, мышечная релаксация, глубокое дыхание, да, и визуализация ситуации. Перевод деструктивных действий в вербальный план, да, остановись и подумай, что ты хочешь делать. То есть мы как-то немножечко притормаживаем наш пыл, наши эмоции. И вот правило посчитать до 10, прежде чем перейдет к действию. Здесь мы тоже немножечко как бы остужаем ребенка или остужаем клиента, да, мы считаем до 10, начинаем сокращать уровень своей агрессии и понижаем ее. Также можно предложить ролевую игру, включающую в себя провоцирующуюся ситуацию для наработки навыков контроля. То есть мы проигрываем нашу агрессию. Сочинение рассказа от имени своего гнева с последующим отражением этого чувства в движениях. Осознание своего гнева через сенсорные каналы, на что похож твой гнев, да, какой он на цвет, слух, вкус, ощупь и так далее. То есть пока ребенок описывает наш гнев, то ему проще будет потом его пережить. Осознание своего гнева через телесное ощущение, да, напряжение мышц, лица, шеи, рук, да, грудной клетки, живота. Можно напрягать мышцы до такой степени, пока не почувствуется легкая боль, естественно, не сильная. Если у ребенка ограниченный набор поведенческих реакций на проблемную ситуацию, демонстрация деструктивного поведения, поведенческая терапия, направленная на расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации и снятие деструктивных элементов поведения. Работа с картинками, отражающие проблемные ситуации, придумывание различных вариантов рассказов по картинке, да, то есть составление именно определенного поведения, разыгрывание сцен, отражающих вымышленные конфликтные ситуации, использование игр, включающих в себя элементы соперничества, использование игр, направленных на сотрудничество. Также разбор вместе с ребенком последствий различных поведенческих реакций на проблемную ситуацию, выбор позитивной и закрепление ее в ролевой игре. Также введение на занятиях определенных правил поведения с использованием системы поощрений и привилегий в случае соблюдения, какие-то награды, призы, медали, аплодисменты, да. Введение ребенком в блокнотиках в целях обучения, самонаблюдении и контроле над поведением. Введение ребенка вместе с учителем, родителем, карты поведения, содержащие личные правила поведения для конкретного ребенка. Допустим, держи руки при себе, говори уважительно со старшими, да, с использованием, опять же, наград, поощрений, лучших соблюдений этих правил. И следующий момент – это включение ребенка в спортивные командные игры. Здесь у нас выплеска агрессии при помощи командных игр. И последний момент – это работа с родителями и педагогами. Здесь у нас включается консультативная и коррекционная работа с родителями и учителями, направленная на снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей. Здесь у нас информирование педагогов и родителей о консультациях, обучение распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих при общении с агрессивными детьми, а также приемом регуляции психического равновесия. Обучение учителей и родителям навыкам ненасительственного общения, активное слушание, исключение оценностичности в общении, высказывание «я-сообщение» вместо «ты-сообщение», исключение угрозных приказов, работа с интонацией. Отработка навыков позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую игру. Помощь семье в плане выработки единых требований и правил воспитания. Если от ребенка будет требовать разных требований, то, естественно, он будет крессировать. Отказ от наказаний как основного метода воспитания, переход к методам убеждения и поощрения. Включение ребенка в работу различных, как я уже говорила, секций, кружков и студий. Коллеги, краем глаза говорят о том, что теории много. Практические материалы представлены у вас в материалах. Я не вижу смысла зачитывать то, как проводится то или иное упражнение. Вы можете скачать себе эти материалы и прекрасно их использовать. Сегодняшним вебинаром мне хотелось осветить именно не только для психологов, а для всех и для педагогов, и для родителей тот момент, что откуда у нас возникает агрессия, что мы можем применить по отношению к агрессии, и как нам работать, какие методики. То есть непосредственно сами упражнения плюс сказки, которые можно использовать для снятия детской агрессии, они находятся у нас в файлах. Опять же, повторюсь, не вижу смысла их зачитывать, потому что это просто потеря времени. Сегодня была дана в таком общем виде теория, чтобы, ну, возможно, освежить ваши знания по поводу того, что же такое агрессия, от чего она у нас происходит, в каком возрасте и как дети проявляют свою агрессию. Да, вот сказок очень много, и часть сказок есть в вложенных файлах. Буду рада, если вы будете пользоваться ими. Так, давайте перейдем теперь к нашим вопросам. Ребенок с РАС, 7 лет. Сейчас, минуточку, я прочитаю первый вопрос. Смотрите, ребенок с аутизмом – это вообще, ну, как бы немножечко другая сфера. Мы не можем говорить о ребенке с аутизмом как о ребенке с нормативным развитием в плане агрессии. Здесь у него идет и непонимание того, что это плохо, что его поведение негативно. Как реагировать? Но здесь реакция только методом социального научения. Мы только учим ребенка вести себя социально правильно. Сначала это нужно делать в мини-группах, нужно делать это индивидуально, а только потом переводить на группу. У него, возможно, не демонстративная агрессия, а просто он не понимает, что это не норма. Так, ребенок с умственной отсталостью никогда не признает вину, так, наверное, винит, а видит всех, в том числе и мать, врагами, подозрительней. Смотрите, здесь опять же техники, которые к ребенку с нормативным развитием, ребенку с аутизмом, с умственной отсталостью, они могут быть неприменимы, да. Здесь нужно показать ребенку именно тот момент, что негатив, убрать как бы моменты фрустрации для него. Нужно понять, почему именно он боится, почему именно он негативно реагирует, и видит врагов, что именно является причиной того, что он видит вокруг одних врагов, какой момент, какой элемент. И именно исходя из причины этого негатива, тогда мы можем работать дальше. Так, агрессивно ведет, хочет быть лидером, а ей это не нравится. Проблемы в семье. Ну, смотрите, здесь девочка ведет себя агрессивно по отношению ко взрослым, кто пытается ее усмирить. Сестерка может разговаривать. Она хочет быть лидером, но ее пытаются немного контролировать. Ей это не нравится. Хочет управлять семьей, быть центром. Здесь у нас демонстративная агрессия, да, она понимает, что таким образом она привлекает внимание, что таким образом она может добиться своего. Здесь, скорее всего, подростковый возраст, насколько я понимаю. И здесь идет момент того, что она так самовыражается. Здесь нужно прорабатывать именно поведение и эти моменты демонстративной агрессии убирать, то есть не давать подкрепление демонстративной агрессии. Если мы даем подкрепление нашей демонстративной агрессии, то ребенок понимает, что он таким образом может добиться желаемого, да, и тогда наша агрессия еще больше усиливается. В плане ассоциативной карты можно использовать, могу сказать честно, лично у меня по ассоциативным картам, по агрессии я не работала, но агрессия, ассоциативная карта может быть толчком к составлению рассказа, да, к составлению именно проработки агрессии в дальнейшем. Почему нет? Ассоциативная карта – это как проективная, одна из проективных методик, да, которая может помочь у нас понять причину агрессии и понять дальнейшие действия. Если ребенок на занятия начинает залезать в поток, кричать, говорить, что ей неинтересно в класс, срывает занятия, как заранее избежать срыва занятия, но здесь необходимо понять, почему ребенок себя так ведет, что является причиной этого поведения, да, естественно, агрессия у нас проявляется, но что является толчком, что сподвигает ее на этот момент, да, если ученица рисует повесился человек, страшилки с кровью, нож с кровью, но в подростковом возрасте именно этот момент, ну, опять же, нужно смотреть на сами рисунки, в подростковом возрасте именно страшилки, именно негативное восприятие мира, оно, оно опять же… сейчас, минуточку отвлеклась на чат, я не могу сказать, что это нормативное, но нужно проводить консультацию, но опять же, с разрешением родителей, нужно проводить беседы, почему это делает, может быть, ей просто интересен этот момент, да, есть и взрослые люди, которые до сих пор рисуют, и, ну, как бы, череп и так далее, и они не видят в этом никакого негативного момента, это просто способ выражения их творчества, да. Следующий момент. Ученицы 11 класса на уроках начинают циркуль вводить по венам. Какие действия у учителя, классного руководителя? Смотрите, ну, здесь тот момент, что, опять же, это у нас демонстративная агрессия, самоагрессия, да, по отношению к себе. Это у нас идет привлечение внимания, и здесь необходимо, ну, в первую очередь, это беседа, во вторую очередь, это понимание, почему это происходит, какие личностные моменты, какие личностные, возможно, проблемы, вопросы тревожат ребенка, почему она это делает. Первая причина это у нас почему, да, а потом уже отталкиваясь от этого, мы идем дальше. Так. Здравствуйте, ребенок бьет детей, если начинает громко смеяться, говорить как весело. Так. Немножечко запуталась, ну, смотрите, касаемо, как весело, ну, возможно, таким образом ведут себя кто-то из родителей, кто-то из авторитетов, да. Если начинаешь с ним разговаривать, начинают вать на себе волосы, но это у нас самоагрессия, потому что ребенок начинает бояться момента разговора, и в момент страха он начинает, естественно, самоагрессировать. Но мама-воспитатель не видит в этом проблемы. Если честно, ну, наверное, нужно уделить внимание... Сейчас, извините. Так. Смотрите. Если ребенок бьет детей, и если ему дают значок, он начинает громко смеяться, говорить как весело. Я уже сказала, да, тот момент, что здесь у нас, скорее всего, это чье-то поведение, он копирует. Начинает вать на себе волосы, это из-за страха, который он понимает, что, ну, как бы сейчас может произойти момент, ему нужно объясняться, и особенно, если это делает чужой взрослый, то, естественно, у ребенка возникает страх. Он боится, да. Но с мамой необходимо, наверное, поговорить, объяснить, и все-таки как-то работать с ребенком. Если даже мама не согласна, что это негативно, то нужно подойти с той стороны, что, допустим, ребенку нужно как-то социализироваться, как-то входить в общество, и, исходя из этого, уже работать с ребенком. Но, опять же, только с разрешения мамы. Следующий вопрос. Надо игнорировать, не идти на поводу у ребенка, который агрессивный. Нет, игнорировать нашу агрессию не нужно. Нужно понять причину агрессии. Тогда уже исходить из этого. Если мы не понимаем причину и игнорируем ее, то агрессия у нас будет нарастать и может привести к очень блачевным последствиям. Мальчик 6 лет, обзывает детей в группе, радуется их слезам, ломает из постройки, физическую агрессию не проявляет. Но если ломает постройки, то он уже проявляет физическую агрессию. Частично начинает бегать по группе, на замечания воспитателя не реагирует. Как действовать педагогу? Опять же, нужно понять, почему у нас происходит эта агрессия, и, возможно, в социально приемлемом способе мы должны помочь ребенку выплеснуть эту агрессию. То есть какие-то физические упражнения, какие-то творческие занятия, которые помогут выплеснуть эту агрессию. Но опять же, прежде чем работать с любой агрессией, вот все ваши вопросы, мы должны, прежде чем работать, мы должны понять причину агрессии. В коре больших полушарий есть центр агрессии, есть ли сведения о устранении агрессии с помощью медицинского вмешательства? Могу сказать честно, я именно медицинскими вмешательствами, именно медицинским направлением не увлекаюсь, у меня нету этого. Школа находится в 100 метрах от железнодорожных путей, ребенок находится на учете у психиатра, периодически угрожает учителю, что убежит из класса и бросится под идущий поезд. Как правильно поступить? Нужно, опять же, я говорю, что пока мы не поймем причину нашей агрессии, работать с ней бесполезно. Почему он это хочет сделать? Почему у него такие желания? Так, очень понимаю. Не обращать на нее внимания нельзя. Это про девочку аутизма. Читаю вопрос, который прислала Татьяна. Не обращать на нее внимания нельзя. Все внимание ей не даешь. Дети же не так. Что делать? Ну, совсем идеальный вариант это тьютер. Сейчас это у нас очень развито, но я понимаю, что так как у нас количество кадров очень маленькое, количество ставок в садах очень маленькое, то здесь возможно подключение кого-то еще из сторонних людей, кто бы вам помогал. Ну, в идеале это тьютер, да. Как помочь себе, когда поведение агрессивного ребенка раздражает и вызывает отторжение. Но этот момент, это какие-то аутотренинги, это выплеск своих эмоций в социально-патезитивную направленность. Опять же, арт-терапия очень хороший способ и очень хорошо помогает. Здесь вы должны понять, опять же, причину. Когда вы поймете, почему ребенок себя так или иначе ведет, то мы будем понимать и нам будет проще принять этого ребенка. Подрались пятикалазники, один из них после драки ходил и улыбался. Что это может значить? Ну, наверное, это как бы самореализация, самоутверждение при помощи, при помощи именно негативных выражений, негативных эмоций. Так. Ну, давайте, последние два вопроса, да. Как понять причину агрессии у младших дошкольников? Ну, одно из моментов это наблюдение, да, а второе из моментов это разговор. Все-таки дети, они еще пока не умеют врать, они говорят, что их раздражает, что им не нравится. Каким образом они реагируют на ту или иную ситуацию, и вы уже видите, да, либо это недостаток внимания, либо это какие-то моменты поведения, которые происходят в семье, и ребенок начинает их проектировать на свое поведение, да. Как спокойно жить с умственным, отсталым, агрессивным ребенком и не раздражаться? Раздражаться вы будете все равно, но только единственное, что вы можете выплескивать свою агрессию либо в социально приемлемом способом, да, либо социально неприемлемым способом. Поэтому здесь вы можете какие-то ауто-тренинги, какая-то дыхательная гипнастика, творческие моменты, да, занять себя творчеством, но не агрессировать, не раздражаться, вы все равно не сможете этого не делать, потому что эмоции, они есть у всех, агрессия присуща всем, только то, как мы работаем с ней, у каждого человека разные техники, да. Но давайте немножко заканчивать, уже почти 10 минут своего времени мы перешли, мы ждем Татьяну Викторовну для завершения вебинара, надеюсь, сегодня был доступен материал, извиняюсь, что немножко выпадало, отвлекалась на вопросы, возможно, где-то теряла мысль, надеюсь, все было понятно, буду рада, если будете пользоваться материалами, которые я сегодня подготовила для вас, а не для практической работы, надеюсь, что даже какие-то упражнения вам помогут в дальнейшем работать. Ну, а мы пока ждем Татьяну Викторовну. Спасибо.